Алексей Лайфуров, телеканал 24Doc, и Мария Мирошниченко. Простите, пожалуйста, что так искажаю фамилию. Давайте поприветствуем. Я бы хотела начать свою презентацию по-английски. Все слайды идут в параллельном переводе на английский и русский язык. Видео, конечно, не переведены. В первую очередь я хочу сказать, что сейчас нечто совсем другое по сравнению с тем, что вы слушали раньше, потому что, во-первых, мы немножко другого масштаба. Если мы даже посмотрим на брошюру, продвижение, дистрибьюция, фестиваль, IT-технология, то, что подразумевается в VOD, это ровным счетом то, чем мы занимаемся. Плюс это иной масштаб, поскольку каналу имеет доступ порядка 9 миллионов человек. Это как минимум дважды население Дании. Он вещает во всех странах СНГ. Сейчас я должен сказать, включая Украину, поскольку она больше не является страной СНГ. И также полтора года назад у нас в том числе были балтийские страны, все три. Но, к сожалению или к счастью, мы отказались от вещания там, потому что обычно на северный регион права покупаются, например, компании Non-Stop Entertainment. Они берут сразу на весь регион. И как бы мы должны были платить двойную стоимость, перекупая у них права конкретно на Балтийские страны. Наверное, я перемещусь сюда, потому что я подготовил презентацию. Надеюсь, вам видно. Я не знаю, как там все это устроено. Соответственно, 24Doc. Изначально это телеканал, как я уже сказал. Также это онлайн-платформа, или то, что называется Video on Demand. Она еще в несколько зачаточной форме, но это то, над чем мы работаем. И также вот уже более года мы являемся также и кинотеатральным брендом, как можно сказать. То есть мы покупаем также кинотеатральные права на фильмы. Ну и сейчас, чтобы немножко визуализировать всю информацию, которую я вам предоставил, мы посмотрим наш трейлер. Вот он. 24Doc. Представляете. На самом деле, это уже третья инкарнация нашего телеканала. Мы перезапустились буквально в начале... Два года назад, да? В начале 2017 года. Наша предыдущая концепция, которая была более реакционной и политизированной, я бы сказал. И также у нас был большой акцент на российское кино. Она, к сожалению, показала свою неэффективность, потому что просто формат телеканала устроен несколько иным образом. И на самом деле, поскольку непосредственно я занимаюсь документалистикой уже порядка семи лет, я начинал тогда еще на первом фестивале кинотеатра ДОК, который проходил в Москве, и также с региональными какими-то ответвлениями. Вот. На самом деле, даже с тех пор и документалистика сама по себе изменилась, да? Потому что изменились системы финансирования документальных фильмов, да? Поскольку... Ну, в том числе и системы дистрибуции, да? То есть, скажем, даже вот если говорить о наших датских коллегах, еще там в начале 2010 года практически все датские фильмы для показа на фестивале можно было получать бесплатно, потому что у них, в принципе, не было сейлз-агентов. То есть, это было вот еще в 2009 году. Сейчас, к сожалению... Ну, сейчас ситуация изменилась. Понятное дело, и вообще, как бы, фестиваль является одной из опций для дистрибуции кино, и многие фильмы делают кассу на том, что они получают просто скрининг фи на разных фестивалях, да? И, соответственно, изменились фильмы, да? Как сейчас мы видим, что огромные корпорации, такие как Netflix, они финансируются прицелом на документальное кино. Грубо говоря, там, вот сейчас на фестивале в Торонто Netflix зарядил там сразу несколько фильмов. В том году на Венеции... В Венеции тоже был документальный фильм Netflix, который впоследствии номинировался и на Оскар. То есть мы, как бы, видим, что разные платформы, которые также довольно мощные, в том числе и HBO, как мы знаем, у них большой слот документального кино. И, собственно говоря, мы, когда перезапускали канал, мы решили отталкиваться от его медиума, да? То есть как бы мы, в первую очередь, телеканал. Ну и с перезапуском у нас также возник некий кризис идентичности, да, условно говоря, потому что мы оказались в большой компании, цифровое телевидение, где было два подразделения. Одно из них было познавательным, и второе подразделение развлекательным. И тут как бы стоит вопрос вообще, что такое телеканал документального кино? Это развлечение или это какие-то образовательные функции, да? То есть это как бы некий гибрид, да? Или же это кино, да? Там, а что такое кино? Должны мы вообще разделять кино на игровое документальное, да? И на самом деле, как бы все эти вопросы, мне кажется, очень странным, что они не звучали здесь до этого, да? Вообще, как бы на мой личный взгляд, я считаю, что это как бы немножко искусственная, индустриальная история, да? Когда мы делаем это разделение, потому что автор, он автор, и как бы не зависит от того, что он там работает с написанным сценарием или он отталкивается от какой-то реальности, да? И, собственно говоря, мы это все использовали для построения канала. Это даже на каких-то очень маленьких и тонких уровнях было сделано. Например, наш официальный голос, да, диктор канала Андрей Гаврилов. Почему он был выбран? Потому что в начале 90-х его голосом были озвучены практически все пиратские бутлег-фильмы, которые выходили в России. И у большинства людей, там, моего поколения, раньше, позже, этот голос ассоциируют именно с кино. И для нас был принципиальный момент, что его тембром будут озвучиваться все промо-ролики канала, потому что это как бы включает моментально у людей ассоциацию именно, что это кино. Так. Поскольку у меня очень много информации, я пытаюсь ее сформулировать у себя. Вот. И от этого мы, собственно, шли. Мы по-прежнему являемся познавательным каналом. Это тоже как бы такая немножко техническая вещь, потому что нам сложно конкурировать с игровыми фильмами, тем более, что они все обычно по каким-то жанровым спецификациям подобраны. И также в чем была для нас проблема? Это то, что обычно все кабельные каналы являются тематическими. А что-то как бы... То есть по сути мы тоже тематический канал, да, но что такое документальное кино? Оно очень разное. Оно, опять-таки, это может быть какие-то авторские эксперименты, это может быть как бы чистая журналистика. Вот. И, соответственно, наша маркетинговая стратегия, почему так названа моя презентация, редакционная политика, как маркетинговая стратегия? Если... If I will translate it directly, it's more not a film programming, but more like editorial policies. Потому что в нашей работе мы отталкиваемся непосредственно от самих фильмов. Поскольку в целом сформулировать... Я бы сказал, что мы на самом деле даже хотели оттолкнуться от той стигмы документального кино, о которой мы вот в большинстве своем говорили сегодня, да, потому что, к сожалению, опять-таки, это не очень просто для продвижения, а мы работаем с аудиторией, как я уже сказал, потенциально 9 миллионов человек имеет доступ к нашему каналу. Соответственно, как бы мы не можем диктовать им сложившуюся историю, и мы должны их как-то интегрировать в наш контекст, который чрезвычайно разнообразен. И, соответственно, в нашей маркетинговой и, грубо говоря, программной политике мы всегда ориентируемся на качество фильмов и также пытаемся их позиционировать на разных уровнях, о чем я расскажу позже. Чтобы, опять-таки, проиллюстрировать сказанное, мы также буквально там несколько месяцев, я не знаю, порядка полгода назад запустили серию роликов, где мы разложили те фильмы, которые мы показываем у нас на канале, на разные эмоции, чтобы, собственно, дать почувствовать потенциальному зрителю, что он может испытать при посмотре документального кино. Вот небольшая подборка этих роликов. КОНЕЦ 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 Вот. Соответственно, возвращаясь к уже произнесенному тезису, что в качестве нашей стратегии мы выбрали именно продвижение конкретных фильмов. И что было для нас важно, что на самом деле даже для меня самого было не очевидно, когда я пришел работать на этот канал, что часто кино, то есть даже в формате телеканала можно увидеть крайне свежее. И для нас было важно донести потенциальным зрителям, что тот контент, который мы показываем, очень высокого уровня. И одна из возможностей это сделать — это привлечь неких партнеров. которые, в принципе, уже обладают определенным качеством. То есть это такой симбиоз, когда мы предлагаем им наш контент, и они готовы интегрировать свой бренд и помочь на уровне спикера, который представит этот фильм, какие-то совместные проекты, которые мы делаем. Поскольку у нас очень разнообразная аудитория, у нас приблизительно поровну мужчин и женщин, соответственно, мы привлекли журнал VOX, в котором мы сделали сразу ряд стратегических проектов, тем более, что фильмы о моде являются обычно крайне популярными. Вот даже сейчас мы выпустили в прокат фильм «Вал» вместе с ними. Это фильм «The First Monday in May», который открыл фестиваль в Трайбеке в этом году, который был, кстати, спродюсирован, в частности, издательским домом «Кондынаст». И мне кажется, тоже это очень интересный момент, что вот эта вот история показывает о том, что документальное кино востребовано совершенно разными брендами, совершенно разными площадками, и оно, в принципе, крайне востребовано. Даже если мы смотрим по нашим соцсетям, которые у нас довольно активно развиты, то есть для документального канала, кабельного, я думаю, что у нас порядка 55 тысяч подписчиков на Фейсбуке, ВКонтакте — это сеть ВК, порядка 20 тысяч, и Инстаграм — порядка 4 тысяч. В принципе, это тоже такие эффективные ресурсы для продвижения фильмов, и часто, на самом деле, меня это очень сильно удивляло, когда какие-то фильмы, которые мне казались совершенно неочевидными, например, американский фильм «Wolf Pack», который мы перевели как «Волча стая», про семью подростков, их порядка 8 человек, братья, я, к сожалению, не помню фамилию, они в заперти провели большую часть своей жизни, и, собственно говоря, единственный выход в реальность у них был через фильмы, и они просто инсценировали самые любимые их картины Тарантино у себя в квартире. Это была какая-то, на мой взгляд, совершенно американская история, и просто, судя по соцсетям и отзывам, российские зрители были чрезвычайно восприимчивы к ней, то есть иногда какие-то вещи, которые вам кажутся, я имею в виду для такой широкой аудитории, рискованными, и на деле оказывается, что они очень открыты ко всему, я имею в виду зрителей. И, в частности, я до сих пор заворожен эффектом фильма «Мечты Джиро о суши», который пробуждает в людях какое-то неистовое возбуждение. Это фильм, который, когда мы его даже повторяем, поскольку кабельные каналы берут фильмы в ротацию, мы берем на два года. Каждый раз, когда мы постим трейлер к этому фильму, его просматривает порядка 30 тысяч человек ролик только в Фейсбуке. Соответственно, все вышеуказанные партнеры… Я могу просто вкратце рассказать про журнал «Эсквайр». Мы вместе делали большой проект про агентство «Магнум» фотографическое, потому что они как бы… То есть это был тоже… На самом деле просто как бы мы абсолютно пересекаемся по аудитории с этими изданиями, в частности журнал «Эсквайр» российский, он делал большой материал про агентство «Магнум», а у нас на канале был целый телесериал, где рассказывалась история разных отдельных фотографий. Соответственно, институт «Стрелка» тоже у нас давний партнер, и в том году мы даже презентовали большой проект кинопоказом на их площадке. Но, наверное, можно опустить… Я подробно расскажу о некоторых возможностях, наверное, чуть позже. Ну, также, несмотря на то, что мы пытаемся максимально диверсифицировать и работать в разных направлениях, мы также берем какие-то классические модели, как обычно кинотеатральный прокат, который начался в нашем случае с фильма «Citizen 4» «Правда Сноудена», который, как вы понимаете, имеет совершенно иной интерпретации на территории Российской Федерации. Это даже был очень комичный случай, когда газета «Гардиан» опубликовала список самых влиятельных москвичей до 30 лет, и Эдвард Сноуден был включен в их число. Для меня тоже, на самом деле, несмотря на то, что главный редактор очень верил в этот фильм, мне почему-то казалось, что это не очень очевидно именно в российском контексте, поскольку одна из причин тоже, почему мы отказались от более политизированных фильмов, потому что в предыдущей инкарнации у нас там было три фильма про изнасилование в Пакистане, например, как бы предыдущая команда отбирала именно подобного рода контент. Просто мне кажется, что в нашей стране в связи с системой медиа у людей нету, грубо говоря, культуры потребления подробных тем, и, соответственно, просто как бы нету контекста, в котором можно было бы об этом как-то конструктивно говорить. И, соответственно, просто когда вы показываете политическую картину, если она не такого уровня, как, к примеру, Citizen Four, поскольку для меня лично это просто в первую очередь драматургия масштабного медиасобытия, которое разложено в этой картине, и чем она мне в первую очередь интересна. То есть, соответственно, иначе это просто как бы становится каким-то популизмом. И поскольку это не совсем входит в нашу концепцию, мы решили немножко от этого отказаться. В конечном счете, как бы эта модель тоже начала меняться, поскольку вот непосредственно в России кинотеатральная сеть «Карофильм», которая является довольно большой компанией, да, у них, я не знаю… То есть, по-моему, они третьи по количеству экранов из кинотеатральных сетей. Они запустили проект «Карофильм арт», и они чрезвычайно открыты для сотрудничества. Причем даже вот, по-моему, на прошлой неделе они открыли фестиваль экспериментального кино. И эта площадка, вот я имею в виду сама сеть, она дает возможность вам совершенно безболезненно распространить ваш фильм в порядка двадцати городах России. Да, то есть вы, грубо говоря, просто передаете им DCP с картиной, они сами занимаются его размножением, и как бы вам тоже какие-то логистические нужно оплатить расходы, которые довольно небольшие. То есть, как бы, в принципе, сейчас ресурс для того, чтобы вот организовать релиз фильма в двадцати городах – это один контакт, что, на мой взгляд, как бы очень сильно упрощает задачу. Вот, и переходя дальше, хочется сказать, что уносится другое направление деятельности, которое можно как сформулировать как фестивальное движение. Например, вот вчера на фестиваль «Послание к человеку» моя коллега открывала специальный показ фильма «Завтра» – это «Демейн», французский фильм, который сняла Мелани Лоран, известная большинству по роли в фильме «Бесславные ублюдки» Квентина Карантина, где она сжигала кинотеатр с нацистами. Собственно говоря, это фильм, получивший премию «Сезар» 2016 за лучший документальный фильм, и вообще это стал большой бокс-офис-хит во Франции, Бельгии и Швейцарии. По-моему, там какие-то миллионы человек посмотрели. Соответственно, это картина, которую мы в этом году пускаем в наше какое-то своеобразное фестивальное турне. То есть оно стартует вот здесь на «Послание к человеку», далее этот фильм идет в Иркутск на фестиваль «Человек и природа», после чего он будет показан в Екатеринбурге на фестивале «Россия», что на самом деле тоже небольшой прецедент, потому что это фестиваль российского кино. Но видите, как бы они открыты в том числе и для того, чтобы показывать иные фильмы. И вообще в среднем мы сотрудничаем порядка с шестью фестивалями. То есть наша основная площадка – это Московский кинофестиваль, членом отборочной комиссии которого я также являюсь. Мы обычно презентуем наши какие-то премьерные слоты будущие. И дальше эти фильмы идут по фестивалям. Но я хочу сказать, что мы это делаем без какого-либо скрининг-фи. То есть мы просто отдаем субдитрированные фильмы фестивалям бесплатно, поскольку нам важно, чтобы документальное кино шло в том числе и в регионы. И по нашим возможностям мы пытаемся максимально этому содействовать. Но также мы, например, в фестивале у Флэртиана мы оказывали консультационные услуги по поводу показа фильма «Взгляд тишины» Джошуа Эппенхаймера. И мы помогли сделать им этот показ. Так что непосредственно фестивалями мы также занимаемся. Плюс у нас еще будет небольшой проект в этом году на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Мы будем делать большой трехдневный кинотеатр во время работы этой выставки. Я даже не помню, какой у меня следующий слайд. Да, собственно говоря, это кадры из фильма «Завтра», который был здесь вчера показан. Окей. Теперь мы подходим к онлайн-кинотеатру. Также у меня есть небольшой ролик для продвижения этого проекта. Телеканал «24 тока» представляет Увлекательные истории Незабываемые чувства Тайные подробности Завораживающие кадры Известные герои Умир от лучшего ракоментального кино Завораживаю благодаря и на любом устройстве Увлекательный театр «Нонфикшн» «24 тока» Опять-таки, возвращаясь к моему тезису о важности самого формата. Поскольку мы являемся… Сейчас, я немножко потерял мысль Да-да-да, но… А, про онлайн-кинотеатр можно, конечно, рассказать. К сожалению, у нас на данный момент нет возможности Предлагать большую программу фильмов. Это то, к чему мы придем впоследствии. Но мы пошли по другому пути, Поскольку обычно многообразие Оно имеет также и подавляющее свойство, да, Когда вам необходимо делать свой выбор, То мы пошли по обратному примеру И в еженедельном формате мы выкладываем Тематические программы фильмов, да, При том, что это могут быть Абсолютно свежие работы. Вот, и… Окей. Наверное… Ну, соответственно, как в еженедельном формате мы это меняем, да, Но поскольку у нас сейчас нет ресурса, Мы очень долго справлялись с техническими проблемами, Потому что это тоже все… Несмотря на то, что мы вещаем на все СНГ, Наш кинотеатр работает только в России, Он бесплатен, он без регистрации, То есть вы можете просто смотреть на нашем сайте Хорошие документальные фильмы. Окей. Теперь я поговорю о формате. На самом деле, Ту синтенцию, которую я начал с тем, Что документальное кино очень сильно изменилось за последнее время, По крайней мере, из моего опыта. И я хотел выделить некоторые вещи, которые мы… С которыми мы игрались. Я начну с такого истории, как телеканал, Как площадка большого мероприятия. Мы часто делали это, но вот непосредственно с музеем «Гараж» в том году, Мы сотрудничали в рамках первой большой респективы «Луизы Буржуа» в России. Это было большое масштабное событие в художественной жизни Москвы. Вот. И вместе с музеем мы участвовали в их образовательной программе. И непосредственно в день открытия выставки На нашем канале вышла серия интервью со всеми кураторами музея «Гараж», Которые участвовали в организации этой выставки. И впоследствии был показан документальный фильм «Луизы Буржуа» «Паук, любовница и мандарин», Собственно, который также был частью образовательной программы самого музея. То есть, получается, что телеканал является одной из площадок такого большого мероприятия. И, на самом деле, это тоже такой способ актуализировать фильмы, Которые вне этого контекста было бы сложно показать. Потому что, например, в этом году в Москве откроется ретроспектива Рихтера. И, в частности, я даже отсматривал этот фильм «Герхард Рихтер Пейнтинг», Картина Герхарда Рихтера. Но по формату она как бы немножко была сложной для эфира, поскольку она очень медленная. И Рихтер, собственно, показывает то, как он создает свои работы. Но в контексте сотрудничества с Еврейским музеем, где пройдет выставка, когда мы сможем записать куратора Лондонской портретной галереи, когда мы сактуализируем это событие, уже показ фильма на канале становится нечто более уместным. И мы можем претендовать на больший зрительский интерес, потому что это то, что является частью зрительского контекста в этой ситуации. И нам очень интересна подобная история. Мы хотим развивать ее чаще. И, на самом деле, как бы я вернусь к Лори Андерсу, на которой уже шла речь сегодня. Потому что, на самом деле, что меня тоже удивляет здесь, что вообще сам формат презентации документального кино очень сильно изменился. И я боюсь, что, к сожалению, немногие здесь следят за нашим эфиром. Но так часто бывает, что непосредственно премьера фильма Лори Андерсон состоялась у нас на канале. И впоследствии он был выпущен в кино. И, например, вот здесь была продюсер фильма Ингрид Бергман своими словами. Этот фильм вышел у нас на канале раньше, чем он был показан на фестивале шведского кино. И это иногда доходит даже до каких-то фантастических вещей. Потому что, когда я был на Берлинском фестивале, в программе «Кулинарное кино» был показан фильм «Нома. Мой дельный шторм» «Нома. Май перфектсор». И показ на Берлинском кинофестивале был ровно на той же неделе, когда этот фильм выходил в эфире у нас на канале. И, на самом деле, это то, о чем еще говорил Стивен Содерберг в начале нулевых, когда он сделал этот экспериментальный проект малобюджетных фильмов, начавшись с «Пузыря», который он хотел выпускать одновременно на всех форматах. То есть и в кинотеатрах, и на DVD, и в VOD. И тогда это казалось безумием. И профсоюзы кинотеатров отказывались брать этот фильм, потому что он рушил их модель бизнеса. И потом, когда сейчас в Америке мы знаем, что фильмы выходят сначала на VOD, а потом они идут в кинотеатры, что, кстати, даже мешает им быть выдвинутым на премию «Оскар», как мы знаем, что, на самом деле, нет никакой конкуренции между этими форматами абсолютно. То есть, например, у нас на канале вышел фильм «Doft Punk Unchained», и спустя полгода он открыл фестиваль музыкальных документальных фильмов в Москве. И, как ни странно, несмотря на то, что мы все грезим какой-то документальной аудиторией, она, на самом деле, чрезвычайно разрознена. Есть люди, которые смотрят DVD, есть люди, которые смотрят VOD, есть люди, которые ходят в кинотеатры. То есть это часто даже не какие-то пересекающие аудитории. И этот контент, он может быть интересен им, но, возможно, есть такой момент, что они этого даже не знают. И, собственно говоря, во всей нашей деятельности мы пытаемся самым неожиданным способом донести до людей, что существует вот такая прекрасная история, как, например, фильм, который также понравился предыдущему спикеру, фильм Лори Андерсон, который, на мой взгляд, на самом деле тоже очень интересный пример вообще в контексте всей документальной индустрии, потому что я его видел в том году в Торонто. Это был большой успех для нее, потому что он был презентован в Венеции, потом он пошел в Telluride, потом он пошел в Торонто, потом в Нью-Йоркский фестиваль. То есть, как бы, в принципе, она сорвала, как бы, полнейший куш фестивального движения. И, в конечном счете, как бы, HBO должно было показывать его в Америке. Вот. И когда она представляла фильм в Торонто, она рассказала историю, что к ней подошел приятель и сказал, что вот, Лори, давай сделаем фильм. Она говорит, ну, я не режиссер. Он говорит, ну, как бы, ты просто сделай все, что ты делаешь, только в контексте фильма. И мне показалось, что это удивительный пример того, когда ты видишь человека, который, вместо того, что, как бы, он не просто пытается сделать фильм в контексте индустрии, а пытается именно рассказать какую-то историю, да, то вы видите картину, которая чрезвычайно выверенная. И, как бы, вы чувствуете, что Лори знает в каждый момент конкретно, что она делает и что она хочет донести. И эта работа, мне кажется, как бы, тоже является неким ярким примером того, как вот несколько индустрий становится, как бы, такой ловушкой для всех людей, вовлеченных в нее, да. То есть, как бы, все эти модели финансирования, модели дистрибуции. И, как бы, несмотря на то, что мы, как бы, находимся в абсолютно гибкой, меняющейся реальности, да, где сменяется, то есть, где рушится грань между игровым и документальным кино, да. Там прекрасный фестиваль в Копенгагене CPH Docs, он был организован Тиной Фишер, которая вообще пришла из арт-мира, и она была галеристом, да. И она, собственно говоря, посвятила фестиваль тому, чтобы показать, как документальное кино, как бы, трансформируется в искусство, и как искусство становится документальным кино, да. И мне кажется, что вот этот, как бы, свежий взгляд на вещи, как бы, очень важен в том числе и для продвижения документального кино. Как это произошло, например, с тем же Конденастом и журналом Vogue, который начал делать документальный контент. Как мы понимаем, что любой партнер, который нам интересен, он готов с нами сотрудничать, потому что они понимают, что это интересно их потенциальным клиентам, их аудитории и так далее, и так далее. Сейчас у меня немножко пропала мысль. А, вот. И также я был на фестивале в Мальмо, Nordisk Panorama только что. И они запустили новый проект по короткому метру, поскольку есть такая тоже индустриальная вымышленная вещь, когда игровые фильмы соединяются... А вот здесь, кстати, сидит куратор Nordisk Panorama. Я забыл, простите. Когда искусственным образом соединяются документальные кино, игровые фильмы и короткометражки только по принципу того, что это такие форматы, которые менее интересны и менее продвинуты индустриально. И они собрали дистрибьюторов, селс-агентов короткометражных фильмов. И меня потрясло, на самом деле, что каждый из них сказал, что приблизительно их модель работы складывается таким образом, что 60% — это игровое кино, короткометражное, соответственно, 30% — это анимация, и лишь 10% они уделяют документалистике. И когда вы, в принципе, задумываетесь об этом, когда вы каждый день смотрите Facebook, куда все медиакомпании интегрируют вот эти вот короткометражные, то, что называется, transparency videos, которые могут быть построены на тексте, это может быть история, когда целые ресурсы запускаются из расчета того, что они будут транслировать короткометражный документальный контент. Когда существует New York Times или Guardian, которые производят этот короткометражный контент. И у всего этого есть конечный потребитель. Но есть как бы двойная проблема, что существует New York Times или New Yorker, которые тратят огромные деньги на производство этих короткометражных фильмов, и зачастую их делают довольно серьезные документалисты или фотографы. Но, к сожалению, New York Times — это медиа. У них совершенно нет инструментария для того, чтобы заниматься продажами этих фильмов. И, на самом деле, как бы короткометражное, игровое, документальное кино — это тоже одно из направлений нашей деятельности, поскольку мы сотрудничаем с рядом компаний и покупаем, собственно, вот эти вот фильмы, которые были произведены, в частности, для New York Times или Guardian. Это часто могут быть совершенно экзистенциальные работы про людей, например, которые подали заявку на то, чтобы отправиться в один конец на Марс и умереть по дороге. И они объясняют, почему они решились на это. Или там у нас тоже прекрасно есть фильм «Джефф Харрис. Какое-то бессонословное количество автопортретов», где просто на уровне какого-то визуального чутья человек вам рассказывает невероятно личную трагическую историю. И это все происходит там за какие-то 3-4 минуты. И просто мне часто кажется, что какие-то вещи, которые являются наработками индустрии, они часто бывают барьерами для того, чтобы этот контент шел дальше. То есть это просто мое наблюдение, поскольку мы здесь все делимся своим опытом. Я об этом говорю. И, в частности, как бы понятное дело, что мы как телеканал также занимаемся производством, но и здесь мы работали именно по той концепции, что наш контент в первую очередь – это документальное кино. И все, что мы делали – это выстраивали какое-то собственное производство вокруг этих фильмов. То есть то, что вы сейчас видите – это такой небольшой промо-стил к сериалу, который вот сняла Алена Смирнова, сидящая в зале. Это восьмисерийный документальный сериал о производстве документального фильма в России. То есть этот сериал начался в Петербурге, закончился за Полярным кругом, или я даже не помню, что там было о Бурятии, Якутии. И что мне кажется особенно интересным в этом сериале, что, собственно, режиссер документального фильма, о съемках которого снят этот сериал – это девушка, что тоже не совсем характерный протагонист, в том числе и для мира документального кино, тем более как бы… Ну, я имею в виду, что это не совсем характерная модель. Как мы знаем, женщины-режиссеры обычно страдают от индустриальной системы. Окей, да, и другой проект тоже. Мы запускали серию 10-минутных интервью. Мы это запускали в контексте новогоднего проекта, что тоже очень интересно, поскольку, когда вы подводите итоги года, то есть когда мы подводили итоги года, мы собрали 20 фильмов, которые мы считаем самые яркие, да, и обычно вы читаете как бы список в газете, да, там, вот 20 фильмов года, которые нам понравились, да. То есть мы собрали 20 фильмов года, которые мы реально могли показать в течение новогодней ночи. То есть не новогодней ночи, а как бы всех новогодних праздников они шли, как бы, повторяя, один за одним. И, соответственно, после каждого фильма мы снимали 10-минутное интервью с каким-то спикером, который мог бы больше рассказать или вести курс дела или как-то представить этот фильм. И получалось, что мы таким искусственным образом создаем некий контекст, да, то есть как бы эти фильмы, которые мы показываем, они появляются не в каком-то пустом пространстве, а что вот есть какие-то люди, которые как бы их рефлексируют, и как бы тем самым мы создаем этот контекст, который между этими фильмами существует. Вот. Я пытаюсь вспомнить, если что-то я забыл, но... А, вот. Это тоже важный момент. На самом деле, на мой взгляд, когда мы тоже начали заниматься перед запуском канала, одна из проблем документального фильма, в отличие от игровых, да, потому что мы знаем, что на игровых фильмах всегда работает фотограф, который занимается тем, что он делает кадры полиграфического разрешения, которые впоследствии являются основным маркетинговым инструментом для продвижения фильма в частности, да. Обычно в документальном фильме с этим все очень плохо, и даже если мы говорим о каких-то масштабных картинах, как, например, «The Act of Killing» Джошуа Пенхаймера, на самом деле, как бы все, даже primary, главный кадр к этому фильму, это был просто искусственно раздутый до полиграфического качества кадр из фильма, который при печати выдавал огромное количество визуального мусора. И, собственно говоря, это был такой мой личный проект в рамках моей деятельности, да, то есть я пытался как-то оживить всю эту историю. И я хочу похвастаться, потому что мне очень интересно, что эта история как бы имела продолжение, поскольку я вместе со своим приятелем из Стокгольма Мартином Фальком мы были приглашены в Музее современное искусство Глазго, которое делало выставку такого немножко подзабытого документалиста Джона Сампсона, который как раз вот был из Шотландии. И они делали его полную ретроспективу. Он был известен в первую очередь там в 70-е, там у него был фильм «Dressing for pleasure», который стал, по-моему, самым цитируемым британским документальным фильмом 70-х годов, потому что там появлялся магазин «Секс», который открыла Вивьен Вестфуд с Маклареном в Лондоне. То есть как бы он был таким радикальным марксистом и анархистом, и он всегда снимал фильмы про маргинализированные слои населения, как, например, людей, которые полностью себя покрывали татуировками. И Музей современного искусства Глазго заказал нам 4 огромных объекта. Это плакаты порядка трех на полтора метра, которые мы, собственно говоря, отрефлексировали. Это, на самом деле, был тоже очень интересный проект, поскольку мы визуальным образом исследовали контекст, с которым работал Джон Самсон. То есть мы реально исследовали каждое направление его фильма и собирали огромное количество информации визуальной, которую мы должны были в этом огромном формате представить. И мне показалось, что это очень смелый проект для музея Глазго. И очень интересно в контексте именно продвижения документального кино, когда существует огромное количество ресурсов для того, чтобы сделать историю ретроспективы даже просто документалиста в нечто более визуально, как сказать, challenging, как бы бросить вызов. И, собственно говоря, визуальная часть – это то, чем мы тоже пытаемся заниматься. И также хочу сказать, что все не так сложно, как кажется, потому что на нашем канале работает, я не знаю, 6 человек, наверное. И, собственно говоря, все, что я перечислил, включая выпуск фильмов в прокат, поддержка кинофестивалей, то есть у нас, понятное дело, также есть отдел маркетинга, но опять-таки я говорю, что мы выстроили всю систему так, что все идет конкретно от фильма. И, на самом деле, собственно, фильм – это самое главное. Вот, наверное, я на этом закончу. И смотрите лучшие документальные фильмы на канале 24Doc. Спасибо большое. Я начну с вопросом от меня. Я отвечу по-русски. На самом деле, как бы, собственно говоря, даже кинопрокат для нас является маркетингом. И, на самом деле, как бы это тоже один из важных моментов, да, когда я говорю про интеграцию, про как бы то, что индустрия должна идти дальше и как бы менять какие-то текущие модели, да, потому что как бы на данном этапе прокат документального кино в России – это не очень коммерческая история. И, соответственно, как бы мы себе можем это позволить, потому что для нас принципиально продвижение нашего бренда, что зритель увидит эти фильмы, и он поймет, что как бы на канале всего еще больше. И, на самом деле, как я говорил, что часто это не пересекающие истории. И для нас важно иметь онлайн кинотеатр, потому что наша аудитория, она в первую очередь в интернете, да, то есть это молодые люди, и как бы формат телеканала, он немного и устарел, несмотря на то, что появляются все эти смарт-ТВ и аппликейшены. И плюс, как бы мы тоже являемся частью компании, которая очень большая. И для нее вот эти вот шаги в сторону инновации, они как бы занимают больше времени. Вот. И плюс, если говорить про онлайн кинотеатр, на самом деле зачастую это практически не стоит дополнительных денег при покупке телеправ. Вот. И для нас важно быть открытыми зрителю, да, на самом деле это тоже очень большой момент, когда вы делаете шаг навстречу зрителю, да, и вы говорите, и вот у нас есть прекрасные фильмы, да, а еще у нас есть чудесный канал, где всего еще больше, и это круглосуточно и 7 дней в неделю. И то же самое с фестивалями, потому что как бы помимо того, что мы предлагаем им эти фильмы бесплатно, на самом деле в том году это был даже датский фильм, это был фильм The Visit Майкла Мэтсена. И, например, там в Иркутске его показывали в Планетарии. То есть когда вы делаете шаг навстречу и фестивалям, мы также являемся информационными спонсорами там порядка 10-15 фестивалей в год. Мы можем предоставить и наши маркетинговые возможности. Мы на самом деле можем даже работать с дистрибьюторами, да, то есть если мы пересекаемся по нашему формату, и, например, мы знаем, что часто даже бывает такое, что там люди покупают только кинотеатральные права, а мы покупаем только телеправа, и нам тоже очень важно поддержать релиз этого фильма, поскольку как бы впоследствии он пойдет в эфире у нас. И нам важно, чтобы эти фильмы были известны. Потому что на выходе получается, что у нас огромное количество картин, которые не то что как бы выходят раньше, чем в кино, иногда они выходят только у нас. И это не значит, что эти фильмы хуже, чем те, которые выходят в прокат. Просто так устроена система, и, к сожалению, тот же инструмент медиа, он тоже чрезвычайно ограничен. Медиа не способны осветить то, что выходит в прокат, как они способны, грубо говоря, рассказать, что идет у нас на канале. При том, что я не могу сказать, что какие-то фильмы заслуживают меньшего внимания, чем те, что вышли в прокат. Просто это обычно связано тоже с какими-то внутренними процессами. And can you say a bit more about how you work with documentaries? Do you co-produce, do you pre-buy, or do you only acquire films? Тут тоже есть очень важный момент, что, к сожалению, система продюсирована выстроена таким образом, что зачастую покупать фильмы в процессе производства абсолютно невыгодно, потому что, как бы, вхождение в долю до завершения картины гораздо больше, чем когда мы покупаем готовую работу на выходе. И продюсеры абсолютно в этом не заинтересованы. То есть, как бы, опять-таки, с коммерческой какой-то точки зрения на данный момент это не совсем целесообразно. Но, на самом деле, мы открыты ко всем предложениям, в том числе и по продвижению российского кино. Вот, собственно, да, мы сделали фильм с Лен Доком. Собственно, Мария, наш главный редактор, она сидит в комиссии по финансированию, но она не хочет об этом говорить, документального кино. Соответственно, мы вовлечены в разные индустриальные процессы. И, там, часто на каких-то питчингах мы готовы, там, сказать, что нас интересует этот проект, и мы готовы его купить на канал. Но, опять-таки, нужно понимать, что, к сожалению, индустрия устроена таким образом, что мы не можем платить очень много денег за эти фильмы. И часто люди даже не верят тому, что показ на телевидении не сделает… Can you say how much you can pay? К сожалению, это является коммерческой тайной всеобщей, так устроен этот рынок. Но, как бы, известно, что это крайне скромные деньги, и, соответственно, как бы в наших общих интересах сделать так, чтобы все работало лучше и какие-то графисты, в частности, могли бы себя больше раскрывать и быть более успешными. Do we have some comments? You have a question? Thank you for being such a film buff. I can hear you. You're really well informed about what is going on. And for me, many of the things that you're showing there, it seems like an art channel also, in a way. So I don't understand the word when you're saying it's an educational channel. Can you enlighten me? Ну, это не совсем арт-канал. То, что я вам показывал, это просто наше межпрограммное оформление, в частности. Это то, что называется IDENTS. А непосредственно, как бы, канал, контент-канал – это документальные фильмы. То есть, например, как раз вот я знаю, что в Швеции сейчас идет фильм «Огонь на море», «Fire at the sea», у нас на канале он пойдет на следующей неделе. То есть, как бы, вообще, в принципе, как работает телевидение, что вы включаете канал, и эта картинка должна вас заинтересовать, чтобы вы остались. И, соответственно, как бы, нашим межпрограммным оформлением мы стараемся, как бы, показать, что это что-то необычное и интересное. При этом это создаёт какое-то ощущение. И дальше, как бы, на сцену выходят, собственно, сами фильмы. Вот, и… What is the average viewer? What is the profile of the average viewer? Age-wise, male, female? What would you say? Ну, я говорю, что у нас, как бы, в принципе, по ровну мужчин и женщин смотрит наш канал. А? 35 плюс женщин. Yeah, but how old are they? 35 плюс. Okay. И… Да, да. Ну, в среднем уровне где-то 35 плюс. Но, на самом деле, опять-таки, те данные, которые у нас есть, они исключительно по России. А, как вы знаете, мы вещаем ещё в большом количестве других стран. Вот. Среди есть русскоговорящая аудитория, очевидно. Вот. И там, судя по соцсетям, это совершенно разная аудитория. Ну, я бы сказал, от двадцати до бесконечности. And just two more things. No subtitles. Ну, непосредственно, например, когда мы говорим про фильм «Лори Андерсон», мне очень понравилась формулировка «Sales-агента Celluloid Dreams», который сказал, что мы не можем дублировать этот фильм, потому что голос Лори – это музыка её фильма. Соответственно, этот фильм шёл у нас с субтитрами, и периодически мы показываем фильмы с субтитрами, но, к сожалению, наша аудитория не всегда владеет иностранными языками, и мы вынуждены идти на пляж. Ну, у нас формально на данный момент ежедневно четыре часа премьер, и технически фильм, по-моему, повторяется двенадцать раз, но это как бы на самом деле не так страшно, как звучит, потому что у вас как бы в течение дня фильмы практически не повторяются, и вы можете увидеть до… там, получается, идут фильмы сразу с двух недель, и вы можете увидеть порядка, не знаю, десяти документальных фильмов совершенно разных в течение дня. Понятное дело, что они как бы повторяются, да, но так устроено кабельное телевидение во всем мире, в том числе и HBO. Ну, мы можем закончить тогда. Или, может, мы можем просто спросить вашего коллега, чтобы сказать небольшое слово. Ты – это режиссер. Вы можете рассказать нам еще больше о программировании и о выборах фильмов? Мне кажется, Алексей уже сказал больше, чем я могу добавить. Единственное, что я могу добавить, это то, что мы ждем до сих пор, и надеемся, что наши российские документалисты начнут тоже снимать качественную документалистику, которая будет проходить у нас на канале ОТК, потому что после того, как мы вступили в холдинг, в очень крупный холдинг, у нас ужесточились требования, технические именно. И где-то, хотя у нас был накопленный багаж фильмов, но практически 70% оказались за бортом, поэтому все мои призывы именно к российской документалистике, потому что мы хотим все-таки показывать российское кино тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Okay, very interesting, very energetic. I don't know how many 100% documentary channels are on the world. Maybe you know that, Alexei. What? How many documentary channels only showing documentaries are there in the world? I mean, there are a lot, but usually they diverse thematically, or they usually have like a big percentage of like local docs, like YesDoku in Israel. Okay. And Chinese. You know, but I mean, the thing is that actually, as we can see from the numbers, the strategy which we took is actually the right one, because all the numbers are growing pretty much every month. So I hope it will only get better. Okay. Good. 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 Продолжение следует...